МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фейерверк эмоций в Бобруйске открыли современный детский сад. Каждая группа по-своему очень красива. В чем особенность учреждения? Хорошо там, где нас нет. Водители с белорусской пропиской гонят из Европы. По какой-то причине, которая не является правдой, тебя лишают работы. Кто стоит за наплевательским отношением к людям? Сладкая оценка. Красный пищевик вернулся с прот-экспо-2024 с победой. Никогда мы не остаемся без наград. Чем удивляет предприятие? А также подъем воды, совет адвоката и железные кони. Белорусский авторынок начал год с увеличения продаж. Сколько успели продать за январь? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Президент провел совещание с руководителями вузов со всей страны. Беларусь сохранила научные школы и советские компетенции. Приумножила их, поэтому в наследство будущим поколениям должна перейти работающая и качественная система образования. И есть проблемы, которые нуждаются в шлифовке, грамотном и взвешенном решении, подчеркнул Александр Лукашенко. Однако учиться в вузах должны мотивированные студенты, готовые стать профессионалами, развивать науку и экономику своей страны. Неудовлетворительная идеологическая воспитательная работа с молодежью. Махровейший бюрократизм. Все для отцепки и молодежной организации, и профсоюзы, и студенческие советы и прочее. У меня много вопросов ко всем. К вузам, Министерству образования, правительству, администрации президента, нашей молодежной организации. Прекратите этот формализм. Никому ничего для галочки не нужно. Президент поручил до сентября решить все выявленные в системе образования проблемы. Для этого будет создана рабочая группа. Особое внимание уделят содержанию и качеству программ обучения. Итоги подведут в конце августа на Республиканском педсовете. Долгожданное событие. В Бобруйске открыли 86-й детский сад. Современное трехэтажное здание рассчитано на 230 ребят. Музыкальный, гимнастический, спортивные залы и бассейн – далеко не все удобства, созданные для воспитанников. Об уникальности подарка расскажет Елизавета Липеева. Настоящий праздник для жителей микрорайона Киселевичи. В торжественной обстановке открывается 86-й детский сад. Почетных гостей встречают улыбки маленьких бобруйчан. Администрация города и области вручают заведующему сертификаты на спортивное оборудование и укрепление материально-технической базы. И, конечно, ключ от чудесного мира детства. Наступает радостный момент – перерезание красной ленты. В садике с комфортом располагаются 12 групп. Для 230 ребят учреждение станет местом веселых игр и увлекательных занятий. Для развития и обучения созданы все условия. Каждый день уже расписан по минутам. Есть время для комфортного сна и для вкусного обеда. В восторге не только воспитанники, но и их родители. Садик очень понравился. Все современно, уютно, честно. Очень красиво. Мне понравилось очень оформление дизайн-техни. То есть каждая группа по-своему очень красиво оформлена. Особое внимание спорту. На радость малышам красочный бассейн и два зала – физкультурный, гимнастический. Для занятий есть все необходимое – качественное оборудование, многообразие инвентаря и коллектив профессиональных воспитателей. Детки занимаются ежедневно и занятия проводятся в каждой возрастной группе. Мы подбираем под каждого ребенка насыщенное занятие, проводим различные мероприятия. Первый в городе уникальный компьютерный кабинет станет для ребят отличным спутником в мир знаний. Пять моноблоков, интерактивный стол и десятки игр для развития логики уже приковывают внимание любознательных малышей. Но и это далеко не все сюрпризы. Есть у нас комната объединения по интересам, где проходят занятия из детьми творческого направления. Центр народных ремесел, где дети могут изучить историю творчества наших предков. Ценный подарок в преддверии самого главного политического события года словно напоминание. Единый день голосования – возможность и дальше выбирать комфорт для себя и своих детей. Благодаря таким презентам маленькие бобруйчане с детства привыкают к качественной жизни. А взрослые могут быть уверены, если государство дает обещание, то всегда обязательно его выполняет. Автомобильный подъем, дела армейские, выгодные вливания. За прошлый год иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси свыше 8 миллиардов долларов. Кто больше всего? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Белорусский авторынок начал год с увеличения продаж. В январе реализация новых машин оказалась в 2,5 раза выше, чем в начале 2023-го. В лидерах по спросу традиционно китайские авто, которые собирают в Синёкой. На их долю приходится 64% рынка. По прогнозам экспертов, рост объема продаж продолжится на фоне прихода новых брендов. За 2023-й иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси около 8 миллиардов долларов. Основной поток финансирования – более 66% от субъектов хозяйствования России, менее 15% от Кипра. Отечественные организации за аналогичный период направили за рубеж порядка 6 миллиардов инвестиций. В стране подписан указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу – службу в резерве. Сроки – с февраля по май 2024-го. По положению, уполномоченным органам предоставляется право на своевременные действия в отношении военнообязанных. Также пройдет увольнение в запас тех, кто отслужил в войсках положенные сроки. На реках Беларуси наблюдаются колебания уровней воды с тенденцией к повышению. Ледоста в том числе с полыньями сохраняется на дне при березине, соже, большем протяжении западной двины, отдельных участках Вилеи. Затопление прибрежных территорий фиксируется в Гомельской, Брестской, Гродненской и Могилевской областях. Бесплатные консультации проведут белорусские адвокаты для воинов-интернационалистов. Помощь будет предоставлена по вопросам гражданского, семейного, трудового, жилищного и других прав, не связанных с предпринимательской деятельностью и не требующих ознакомления с документами. Обратиться к специалистам всех территориальных коллеги можно 15 февраля в первой половине дня. Политика путает берега. Открытая честная Европа в заши выгоняет водителей белорусов, ставит крест на работе и въезде в ЕС. Как оказалось, знание ПДД не самое главное. Наша съемочная выяснила, по каким критериям за рубежом подбирают персонал. Добро пожаловать. Только за месяц по безвизу нашу страну посетило под 10 тысяч граждан ЕС. Больше половины литовцы. Граница с синёкой открыта для иностранцев уже не первый год. Соседи охотно пользуются предложением. Едут на закупы товаров, за топливом и просто погулять. В ответ белорусы обычно получают нож в спину. То к Сувальскому коридору стянут войска НАТО, то закроют пункты пропуска, то намеренно снизят проходимость КПП. Люди от безысходности буквально живут на границе. Перед Новым годом очереди из авто достигали вселенских масштабов. Соцсети заполонили ролики о муторных часах ожидания. Артём Щербов не один год отработал на родине, но молодого человека манила дорога. Не было как такого опыта на тот момент, и не везде бы меня могли взять. И всё бы хорошо. Пять лет молодой человек исправно трудился, работал на имя. Но честность сыграла с ним злую шутку. В очередной раз, запросив вид на жительство, обычные для этой работы дела, водителю-международнику отказали. Причина до безобразия проста. Я могу быть белорусским шпионом, завербован спецслужбами. Я несу прямую угрозу литовскому суверенитету. Могу быть опасен для общества. Плевок в спину, иначе такое отношение к людям назвать нельзя. Человек был нужен, честно выполнял порученные, но стал неугоден на пустом месте. И это в то время, как Литва на каждом углу кричит о свободе прав. Когда отказали, было прям неприятно. В один момент по какой-то причине, которой они являются вообще правдой, тебя лишают работы и запрещают въезд в другую страну. Хотя со стороны фирмы ни у кого никаких вопросов не было, я всегда выполнял свою работу. Идентичная история случилась и с Анатолием Тихановичем. Ему тоже три года доверяли, а потом резко перестали. Нашли в лице водителя большегруза прямую опасность в стране. Был отказ на вид на жительство и запрет на въезд в Литву на пять лет. Соответственно, в момент получения отказа мне был дан один месяц на то, чтобы покинуть Литовскую республику, сдать вид на жительство и на этом все. Демократия и дорога. Открытая честная Европа в заши выгнала работяг белорусов, поставив крест на работе и въезд в Европейский союз, одним движением перечеркнув планы на жизнь. Все говорили, что в Европе прямо свобода слова, могут быть разные твои политические взгляды, это никак не влияет на работу. Ну, то есть, да, каждый человек – это личность со своими личными убеждениями. Но в тот момент, не разобравшись и, можно сказать, не имея никакой информации против меня, на основании просто своих выводов, закрыли мне вид на жительство. История точь-в-точь случилась и с Николаем Чураковым. Имя и фамилия вымышлены. Мужчина пожелал остаться анонимным. Водитель-международник, отработав 10 лет в странах ЕС, в очередной раз подал документы в миграционную службу. Спустя пару дней его вызвали для уточнения некоторых вопросов. Каково было удивление Николая, когда он услышал, что от него нужно? Надо, чтобы ты помогал нам. Поедешь домой, надо, чтобы ты посмотрел, где есть ли русские в твоем городе, на границе, будешь когда ехать домой. Посмотри российскую технику, солдат, белорусские части, где-то усиление. Когда такого не было, время меняется, ситуация меняется. Поэтому ты же хочешь у нас работать. Я говорю, ну да, хочу продолжать. Ну вот, поедешь, нам надо сделать. То, о чем попросили литовцы-белорусы, между прочим, уголовная статья, по которой грозит до 15 лет лишения свободы. Однако, если человек добровольно и своевременно заявил в госорганы о совершенных действиях, он освобождается от уголовной ответственности. Я чувствую, что кто-то нарушает. То есть, как бы, ну или предаю свою страну. Вот, я, как бы, никогда таким не был и всегда хорошо относился. А тут, как бы, просят то ли посмотреть, что-то непонятно зачем, что с этим будет, что со мной будет, что с семьей. Ну и я начал опасаться и сказал, что, типа, знаете, я, наверное, не соглашусь. Кроме бесконечного выдуманного страха, на любом этапе европейцы очень тщательно относятся к подбору персонала. Прежде чем подать документы на визу или в УНЖ, каждый должен пройти анкетирование. От ответов зависит результат. Самый важный вопрос – кому, по вашему мнению, законно принадлежит Крым? Действительно, это ведь важнее знаний ПДД или правил перевозки грузов. В отличие от стран ЕС, белорус своих не бросает. Рабочие места есть, зарплаты растут, соцобеспечение на должном уровне. Кто хочет заработать, тот сможет заработать где угодно. И лишь тот, кто ищет поводы и причины, будет постоянно во всем винить кого-то другого. То есть, вот, надо рассчитывать только на себя, и все получится. Работа есть, и деньги платят. Я решил и с семьей быть поближе. Уже, скажем так, наездился, накатался. Жена сказала, ну, надо побыть рядом. Я каждый день дома, а я с ребенком даже в сад стал заводить. Своё родное. В жизни нет ничего важнее семьи и домашнего очага здоровых близких. И никакая даже самая высокооплачиваемая работа их не заменит. Особенно это ощутимо, когда политика европейцев путает берега. «Красный пищевик» вернулся с главного гастрономического форума года в России «Продэкспо-2024» с наградами. Две золотые медали за инновации в составе продукта и удобство в потреблении. В дегустационном конкурсе с фаворитами стали мармелад тинки, морское полевание и жевательный зефир лавстория малиновый с витаминами. Максимально стараемся участвовать в конкурсах международных и республиканских. Никогда мы не остаемся без наград, потому что продукция наша любима и она действительно качественная. Номинацией продукты для ЗОЖ победителем стало драже «Арахис» в шоколаде с концентратом сывороточного белка. А выбором торговых сетей номер один стал зефир в шоколаде торговой марки «Первый Бобруйский». Моя коллега Мария Бересневич расскажет, какое влияние на участие белорусских ребят в афганской войне оказало их воспитание на примере героев Великой Отечественной. Выяснит, правда ли, что маджихеды уважали советских солдат больше, чем американских, и узнает, в чем познается друг. Ровно в 20.45. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова